Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем наш вебинар по поддерживанию терапии в онкологии. Надеемся, что все уже подключились. Очень важная на сегодняшний день тема, чтобы провести оптимальное противоопухолевое лечение, необходимо нашим пациентам оказывать поддерживающую терапию, чтобы все сроки лечения соблюдались, чтобы было меньше осложнений. Поэтому эта тема очень актуальна. Проводим мы сегодня совместный вебинар по поддерживающей терапии. Надеюсь, что нас слышат Оксана Васильевна и Олег Александрович. Пока не вижу его. Очень рады алтайские онкодиспансеры всех приветствуют. Рады, что у нас проходит такое мероприятие. Ну и, наверное, будем начинать. Или у нас еще Вологда подключилась? Слышат нас? Да, Вологда вас слышит. Добрый день, уважаемые коллеги с Барнаула. И уважаемый спикер Оксана Васильевна. Я тоже рада всех приветствовать на данном вебинаре. Действительно, в последнее время очень много вопросов и времени уделяется поддерживающей терапии в онкологии, так как это значительно влияет на качество лечения наших пациентов и определяет прогноз наших пациентов в плане возможности соблюдения интервалов между лечениями, а также профилактики различных осложнений, которые развиваются в результате нашего специализированного лечения. Поэтому я думаю, что сегодняшний вебинар под очень полезен всем. Желаю творческих успехов и передаю слово, наверное, спикеру. Жанна Васильевна, мы вас слушаем. Доброе утро, всех рада видеть. Вот мое сообщение о профилактике лечения тромбоза. Известно, что злокачественное новообразование является существенным фактором риска развития ренозных тромбоэмболических осложнений, которые ухудшают дальнейшее противоопухолевое лечение и занимают одно из лидирующих мест среди причин смерти больных злокачественными новообразованиями. Примерно от 15 до 35% онкологических больных имеют клинически выраженные тромбоэмболические осложнения. Посмертные же исследования показывают, среди больных умерших от рака частота тромбоза может достигать 50%. При этом смертность онкологических больных с тромбозами, особенно в первый год после установления диагноза злокачественной опухоли, в несколько раз выше по сравнению с больным без тромбоза. Следует помнить, что венозные тромбоэмболические осложнения – одно из наиболее частых и затратных осложнений у онкологических больных. С другой стороны, среди всех пациентов с первично выявленным эпизодом венозного тромбоза – это не онкологические больные, а пациенты, которые обратились к врачу, им был постальный диагноз венозного тромбоза. Чаще всего в первый месяц лечения этого тромбоза до 12% среди этих пациентов выявляют так называемый скрытый, из чего называют оккультный рак. Таким образом, в настоящее время доказана тесная связь между тромбозом и онкологическим заболеванием. Риск тромбоза в еще большей степени усиливается при проведении оперативных вмешательств. Исследования, которые были проведены в нашем центре ранее, а также результаты современных российских международных конференций, свидетельствуют. На фоне замедления венозного кровотока у 50-60% оперированных онкологических больных развиваются тромбозы глубоких вен нижней конечности в послеоперационном периоде. При этом часть тромбоза формируется уже на операционном столе и в первые трое суток после операции. Большинство тромбозов протекает бессимптомно, то есть оперативное вмешательство еще один дополнительный фактор риска развития тромбоза. В настоящее время накоплено достаточно информации о том, что различные виды противоопухолекарственной терапии и даже ингибиторы андогенеза, гормонотерапия связаны с повышенным риском развития тромботических осложнений. На данном слайде представлены различные режимы химиотерапии и примерная частота тромботических осложнений, выявляемых при этих режимах. В случае, если пациенту поставлен диагноз, например, проксимальный тромбоз глубоких вен нижних конечностей, то каковы же современные клинические рекомендации в отношении терапии рак ассоциированного тромбоза? В настоящее время тромбоз, острый тромбоз онкологических пациентов можем лечить двумя путями, то есть существует два подхода к лечению. Мы можем начинать лечение, как и раньше, с применения парентерального препарата, например, низкомолекулярного гепарина или фондопаринукса с последующим переходом на пероральный. Раньше это был варфарин, теперь это может быть, например, добикатран. И второй вариант лечения можно начинать одним и тем же пероральным препаратом с первого дня в высокой дозе с последующим снижением для поддерживающего лечения. Для этого существуют такие препараты, как апексабан или рифроксабан. Следует немного рассказать про эти препараты. Они появились относительно недавно у нас, но уже нашли широкое применение. Это отдельные таблетированные препараты, отдельно блокирующие или второй, или десятый фактор свертывания крови. Когда эти препараты были созданы, то они стали активно изучаться, то есть оценивать их возможности для лечения и вторичной профилактики тромбоза, в том числе и онкологических больных. Следует отметить, что из четырех препаратов представлены здесь, три зарегистрированы в России. Это апексабан, рифроксабан и добикатран. Это я вам уже повторяюсь, но просто хочу вам напомнить, что в начале эти исследования проводились по оценке эффективности и безопасности применения прямых оральных антикоагулянтов по сравнению с ростом стандартной терапией. Например, тут препараты рифроксабан, известные исследования Эйнштейн, а стандартная терапия – это несколько дней, 5-7 дней низкомолекулярной гепарины, в частности тут клексан, а затем антагонисты витамина К. Это исследования показали, что рифроксабан показал сопоставимый профиль эффективности при значимом снижении риска больших кровотечений. Но в последние годы уже эти препараты оценились по сравнению с низкомолекулярными гепаринами, и в частности, считают его золотым стандартом, дельтапарином. Это единственное исследование, следы, которое показало, что препарат рифроксабан оказался даже более эффективным, чем низкомолекулярный гепарин, то есть снижение риска в рецидивах венозных тромбоэмболических отношений составило 57%. По данным же условиям реальной клинической практики, пациенты, которые получали рифроксабан, имели меньшую частоту рецидивов венозных тромбоэмболических осложнений и сопоставимый риск больших кровотечений. Препарат, который появился немного позже, это был апексабан, также стал активно изучаться или ликвиз, также участвовал его эффективность и безопасность, оценивался по сравнению со стандартной терапией. И было показано, что лечение апексабана было также эффективно, как и стандартная терапия, предотвращение рецидивов венозных тромбоэмболических осложнений и смерти, связанных с венозными тромбоэмболическими осложнениями. Но чем интересно это исследование, то оно показало, что применение апексабана приводило в статистически значимое снижение основных видов кровоточивости, то есть снижение риска большого кровотечения и клинически значимого небольшого кровотечения по сравнению со стандартной терапией. По данным же реальной клинической практики, об исследовании было изучено 35 тысяч пациентов, апексабан превосходил стандартную терапию как по эффективности, так и по безопасности в лечении и профилактике рецидивов венозных тромбоэмболических осложнений. И после проведения ряда международных рандомизированных исследований, начиная с 2018 года, ряд международных конференций включили эти препараты наравне с низкомолекулярными гепаринами в качестве терапии первой линии у пациентов с онкоассоциированным тромбозом. Это какие же общества? Это Международное общество по тромбозу и гемостазу 2018 года, АДСКО, Американское общество клинической онкологии 2019-2020 и последующих годов, Европейское кардиологическое общество и, например, ЦСН 2020-2021 года. Но тогда же, когда эти пациенты были включены как препараты первой линии для лечения тромбоза онкологических больных, уже было указано, что все-таки существует целый ряд больных, онкологических больных с высоким риском кровотечения, где предпочтительны, пока была малоизучена в 2017 году, низкомолекулярные гепаринами. Это пациенты с опухоли, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, больные с нефростомами, с центральным, установленным центральным венозным катетером, с распадом, с аразивной язвенной поражением желудочно-кишечного тракта, а также пациенты с поражением, с нарушением функций печени, почек, с тромбоцитопенией. Еще было указано, что необходимо осторожно соблюдать при совместном применении прямых оральных антикогулянтов и противопухолей лекарственной терапии. Как же делать пациентам и вести пациентов, если они имеют тромбоз, и поэтому пациенты какие-то особые, сложные пациенты, каких пациентов можно отнести к таким? Мы знаем, что при лечении антикогулянтов и тромбозов, онкологических больных, даже не онкологических больных, не только, повышается еще и риск кровотечения. Было показано, что риск кровотечения повышен у пациентов пожилых, в частности старше 75 лет. Риск кровотечения повышается в 3 раза у пациентов с нарушением функций почек, а у больных с активным злокачественным образованием риск кровотечения увеличится даже в 4 раза. То есть в данном случае при выборе антикогулянта для лечения сложного пациента с венозным тромбоэболическим осложнением следует особое внимание обращать на профиль безопасности терапии. И в последние годы, вообще следует сказать, уже в большей степени изучаются возможности оценки безопасности прямых оральных антикогулянтов, да и вообще любых антикогулянтов для лечения больных, особенно особой группы. То есть эффективность уже была доказана. Теперь изучают безопасность. Вот было проведено большое исследование, где особые сложные пациенты получали различные антикогулянты. Здесь и прямые оральные антикогулянты. То есть в большей количестве больных было изучено с определением ревороксабана, то есть ксорелка. Но также пациенты в меньшей степени получали и ликвиз, и даже низкомолекулярные гепаремии. Еще раз напомню, это была особая 4 группы пациента старше 75 лет, с нарушением функций почек, с активным злокачественным новообразованием. И особая группа, где были соединены пациенты старше 75 лет с малой массой тела и нарушением функций почек. Эти большие исследования показали, что ксорелка продемонстрировала, тут больше всего больных, применение получали ксорелка, продемонстрировала снижение риска больших кровотечений у наиболее сложных пациентов. Поэтому, назначая ксорелка, мы можем снизить риски как рецидивов венозных тромбоэболических осложнений, так и не увеличивать риск больших кровотечений у таких сложных, еще называют их хрупких пациентов. Кроме вышелказных, я сказала, также у пациентов с малым весом, меньше 50 кг. Сейчас я даю это отметить, что препарат ревороксабан был изучен и у пациентов, у детей до 16 лет. И в настоящее время он зарегистрирован на территории России, причем в дозировке 15 мг с массой веса тела у детей и подростков от 30 кг, а в дозе 20 мг с массой тела от 50 кг. Но все-таки оставался вопрос, в частности, Американское общество клинической онкологии 2020 года указывает, что прямые оральные антикоагулянты могут повышать риск кровотечения, в особенностях при опухолях пищеварительного тракта и мочи половой системы. И было проведено несколько исследований, и затем анализ этих исследований. Нас интересуют здесь всех представленных исследований, исследованы два, Караваджо и Телегди, так как адексабанов исследовательных конкурсов в России не зарегистрированы. В каждом этих исследовании, следует отметить, они были независимы, не было прямых сравнения апексабана или ревороксабана. Каждый препарат сравнился к низкомолекулярным гепаринам. И когда был проведен анализ кровотечений у прибольных, особенно с опухолями желудочно-кишечного тракта, было показано, что от больших кровотечений желудочно-кишечного тракта больных, получавших апексабан, было примерно одинаково, что и у больных, получавших низкомолекулярный гепарин. Но в исследовании следы таких больных оказалось в два раза больше. И когда провели все-таки анализ, какие же пациенты попали в это исследование, было установлено, что у больных с колоректальным раком, особенно еще с верхми отделом желудочно-кишечного тракта, Было больше в исследовании селегди, где больные получали реврексабан. И, соответственно, у таких больных желудочно-кишечных кровотечений в структуре больших кровотечений оказалось больше. 72% в исследовании селегди, где больные получали реврексабан, и 50% в исследовании караваджи, где больные получали реврексабан. Был проведен анализ международным экспертом, и пока в 2020 год все-таки указано, что прямые оральные антикогулянты предпочтительно можно давать для пациентов всех патологий, но без повреждения заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Затем был проведен еще один анализ, уже 21-й год, в МИО-клинике, где пациенты были изучены с точки зрения риска развития кровотечения. Это пациенты, онкологически получавших антикогулянты для лечения тромбозов. Тут оценились пациенты с опухолями желудочно-кишечного тракта и другой локализации. Эти исследования были изучены, проводились с марта 2013 года по апрель 2020 года. Причем несколько групп пациентов сравнивали. Одни получали ревероксабан, другие апексабан, третье низкомолекулярный нексапарин и другие антикогулянты. Эти исследования показало, что у пациентов с опухолями, раком, желудочно-кишечного тракта наблюдалась сопоставимая частота больших кровотечений независимо от выбора антикогулянта. Данное исследование сравняло все наши апексабан, ревероксабан, премиоральные антикогулянты на воле часто распространенные и низкомолекулярный гепарин и нексапарин. Следующий раздел – профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в процессе противоопухолей и лекарственной терапии. Каковы же здесь возможности применения прямых оральных антикогулянтов? Согласно рекомендации Русска указано, что, конечно, всем пациентам, то есть рутинное проведение антитромботической профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, которые получают противоопухолей и лекарственную терапию, не рекомендуется. Однако отдельным группам пациентов следует рассмотреть такую профилактику с помощью антикогулянтов с высоким риском венозных тромбоэмболических осложнений. Что мы, даже на что опираться? В первую очередь на шкалу Хорана, которую я вам чуть позже скажу, и еще отдельная группа больных, выделенные. Это длинная мобилизация, клинически значимая активная инфекция, компрессия опухолей крупных вен, а также, например, местонапостраненный или местонапостратический рак поджелудочной железы, злокачественной опухоли головного мозга и высокий уровень гидимера. Шкалу Хорана все вы хорошо знаете. Еще раз просто напомню, согласно этой шкале, она была разработана в 2008 году, это не дополнялось несколько раз, выделяет 5 клинических и лабораторных факторов риска, которые необходимы целить у пациентов до начала химиотерапии и каждого нового режима химиотерапии. Кроме локализации рака, включены, как мы видим, биомаркеры, то есть высокое количество тромбоцитов, лейкоцитов, индекс массы тела выше 35 кг на метр в квадрате и низкий гемоглобин. При сумме баллов 3, а исследования уже проведены в последние годы и международные рекомендации предлагают 2 балла. Это уже пациент из группы высокого риска, и, соответственно, он нуждается в проведении антитробатической профилактики. Позже были включены и другие больные в необходимость в проведении профилактики. Это были больные с колоректальным раком. Обратите внимание, это исследование 2018 года, здесь еще указан уровень додемера. Конечно, для онкологических больных высокий уровень додемера имеет особое значение. Следует обращать внимание и назначать антитробатическую профилактику. Согласно рекомендациям РУСКО, начиная где-то с 2020 года, наравне с низкомолекулярными гепаринами были и прямые оральные антикоагулянты, в частности именно апексабан и реверксабан, включены уже в первичную профилактику тромбоцитических осложнений у пациентов, получающих противопов и лекарственную терапию. Конечно, следует отметить, что показаний первичной профилактики у этих двух препаратов нет в инструкции. Но такая профилактика уже введена в некоторые международные рекомендации, в частности НССН, начиная с 2020-2021 год. И вот наши русские рекомендации, тоже эти препараты введены. Интересно, например, посмотреть на рекомендации АСКО 2022 года, совсем последние рекомендации. Здесь указано, например, что стационарным онкологическим больным с ограниченной подвижностью, который получает медикаментозное лечение, рекомендуется преимущественно парентеральные препараты, указан низкомолекулярные гепарины, фондопаринусы и даже нефракционированные гепарины. Отдельно выделена профилактика для больных раком поджелудочной железы. Здесь указано, можно получать и низкомолекулярные гепарины, и прямые оральные антикогулянты амбулаторным больным. И третья, четвертая даже рекомендация – это первичная фармакологическая профилактика с помощью прямых оральных антикогулянтов, рекомендуется амбулаторным пациентам, получающим системную противоокухолю терапию и имеющим средний или высокий риск генозных тромбоэмболических осложнений, определенный с помощью шкал, например, шкала Хорана, конечно, без активного кровотечения или высокого риска кровотечения. Следующий возникающий вопрос – как же долго принимать антикогулянты? Мы знаем, что после 6 месяцев лечения генозных тромбоэмболических осложнений у онкологических болезней риск рецидива существенно снижается. Но если прекратить лечение, сохраняется остаточный риск рецидива генозных тромбоэмболических осложнений. Все-таки международные рекомендации предлагают отдельным группам пациентов, так называемым с активным раком, то есть это в первую очередь пациенты, которые имеют метастазы или продолжают получать противоокухолюказную терапию, продолжить терапию антикогулянтами. Указаны любые антикогулянты. Это могут быть и низкомолекулярные гепарины, антагонисты витамина К, и, конечно, прямые оральные антикогулянты. Но следует помнить, что рецидивы ленозных тромбоэмболических осложнений у онкологических больных возникают до 9 раз чаще, чем у пациентов без онкологического заболевания. Эти рецидивы могут быть связаны с повышением риска смерти в несколько раз. И поэтому такая рекомендация, что пациентам с онкологическим заболеванием рекомендована вторичная профилактика генозных тромбоэмболических осложнений на неопределенно длительный период. Например, для пациентов с тромбоэмболией легочной артерии онкологическим заболеванием следует продлить антикогулянтную терапию после первых 6 месяцев в течение неопределенного периода или до тех пор, пока онкологический процесс не будет излечен. Причем, если мы предлагаем препарат ксарелто, назначаем пациентам, то был проведен еще целый ряд исследований по продленной профилактике. В данном случае после 6 и 12 месяцев антикогулянтной терапии. И эти исследования показали, что ксарелто продемонстрировал благоприятный профиль эффективности лечения с момента острого тромбоза и до периода продленной терапии. И также эти исследования показали, что ксарелто продемонстрировал и благоприятный профиль безопасности лечения с момента острого периода эпизода венозно-тромбоэмболического осложнения и до периода продленной терапии. И следует помнить, что выбирая ксарелта, мы можем дозировки изменить после 6 месяцев. Видимо, указано в инструкции, написано, может быть, 10 мг и 20 мг. Но все-таки для пациентов с онкоассоциированным тромбозом почти 20 мг один раз в сутки. Подобное исследование было проведено по продленной профилактике с применением препарата Апексабана. Причем это единственное исследование прямого орального антипогулянта, которое изучало две дозы антипогулянта – стандартную и сниженную. Это исследование показало, что Апексабан также эффективен, не зряя даже от дозы, то есть эффективно снижает риск рецидива венозно-тромбоэмболических осложнений. При этом частота больших кровотечений при применении обеих доз препарата была низкой и сопоставима из плацебо. И в данном случае при сопоставимой эффективности и меньшей частоте клинически значимых небольших кровотечений доза препарата 2,5 мг 2 раза в сутки является предпочтительной. И в заключении следует отметить, что, как интересно, Американское общество гематологии в 2021 году указало, что впервые закрепило преимущество прямых оральных антипогулянтов перед всеми прочими антипогулянтами у пациентов с онкологическим заболеванием. Не только равнозначность применения прямых оральных антипогулянтов и низкомолекулярных гепаринов в рамках начальной терапии, но и утвердило возможное преимущество прямых оральных антипогулянтов перед низкомолекулярными гепаринами в рамках длительной терапии. В заключении следует отметить, что нам должны помнить, что онкологические больные – это группа высокого риска тромбоза. И такие больные нуждаются в профилактике лечения адекватными современными антипогулянтами. А наши антипогулянты, а мы сегодня в большей степени говорим о прямых оральных антипогулянтах, включены во все ведущие международные и российские рекомендации. И адекватное назначение этих препаратов для лечения, для профилактики тромбозов будет приводить к снижению числа тромбозов, предотвращению смертельной тромбоэмболии, расширяет возможности противоопухоли лечения и повышает качество жизни онкологических пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо. Ольга Васильевна, спасибо большое за замечательный доклад. Разложили все по полочкам. Я надеюсь, что все слушатели услышали в соответствии с клиническими рекомендациями алгоритм своих действий. Есть ли вопросы? В чате я не вижу тоже вопросов. Может быть появится, да? Давайте продолжать. Здравствуйте всем. Слышно меня? Да, слышно. Прекрасно, спасибо. Могу начинать? Да, спасибо. Ждем. А не мимо онкологических больных и способов ее проекции. Спасибо. Я постараюсь долго не занимать внимания, понимая, что рабочий день. И хотел бы такими жирными мазками рассказать, может быть, больше о практических моментах понимания, как лечить анемию онкологических пациентов. Частота анемии вот здесь очень хорошо показана. Пусть это уже, может быть, достаточно давние исследования, но очень наглядно демонстрирует нам на большом количестве пациентов, 15 тысяч, что при поступлении 40% больных будут иметь анемию и еще почти столько же, ну, 30%, наверное, будут иметь анемию в процессе лечения в течение 6 месяцев. Конечно, это достаточно большой процент. Две трети наших больных будут с анемией. По локализациям опухоли вы видите график, и чаще всего здесь представлены органы дыхания, голова шеи, гинекология, ну, естественно, лимфомы, лейкозы. И среди видов терапии лидирует химиотерапия у 75% мы можем наблюдать анемию и одновременная химиолучевая терапия. Кроме химиотерапии анемию могут вызывать и различные таргетные препараты, и вот это исследование 10-летней давности показывает, наши надежды были на то, что токсичность лечения будет ниже, но, тем не менее, вы видите, анемию способны вызывать антихир-2 препараты, МТОР-ингибиторы, анти-Джифар, но и вы знаете ингибиторы ПАРП и так далее. Поэтому, ну, обнадежить нас исследователи пока не могут, и клиническая значимость анемии на сегодняшний день определяется, ну, наверное, одной из главных проблем для пациентов – это отрицательное влияние на качество жизни онкологических больных, развитие слабости. Слабость мешает нашим больным, она сильно ухудшает их самочувствие. И вот здесь вы видите по шкале данные, показывающие нам, что пик улучшения происходит при уровне 12 грамм на децилитр. Дальнейшее увеличение уровня гемоглобина не дает никаких преимуществ, наоборот, там уже дальше, периодически может оно снижаться, но, по крайней мере, не улучшается. И, конечно же, это отрицательное влияние на продолжительность жизни при большинстве опухолевых заболеваний. Это было уже продемонстрировано и доказано в ряде больших метаанализов, в частности, вот при раке мочевого пузыря не только после операционного осложнения, но и опухолеспецифическая смертность, она выше при наличии анемии. Кроме того, почечноклеточные карциномы мы знаем, что в МДС и в критериях Моцера там анемия как раз включена как неблагоприятный прогностический фактор, и вы увидите, что кривые выживаемости при наличии анемии здесь наглядно показывают худший прогноз. Ну и, конечно, это снижение эффективности противопухолечения отдельных цитостетических препаратов, лучевой терапии. И в целом это большая проблема для пациентов. Для диагностики необходимо понять, что все анемии делятся глобально на три больших варианта. Это анемия, вызванная опухолью, не связанная с лечением, ну это фильтрация костного мозга, выработка большого количества цитокинов, инфекция, повреждение органов, локальная деструкция, кровопотеря, ну и секвестрация. А второй вариант анемии – это индуцированное лечением состояния под воздействием химиотерапии, лучевой терапии. И оставшиеся пациенты, представленные различными этиологическими факторами, такими как кровотечение, гемолиз, наследственность, дисфункция почек и абсолютный дефицит железа. Может быть встречаться не только одна причина, может быть несколько причин, эти состояния могут дополнять друг друга. И среди механизмов играет огромную роль дефицит железа, который формируется под воздействием многих факторов кровопотери, нутриентной недостаточности, воздействие эритропоэктинов. Синтез эритроцитов требует большого количества железа. Это инфильтрация костного мозга, мело, супрессия. Ну и, конечно же, фактор цитокинов – это иммунное воспаление, интерлекин-6, интерлекин-1. И вот эти данные наглядно нам показывают, что выработка интерферона гамма, фактора некроза, опухоли, интерлекин-6 может негативно влиять с выработкой гипсидина и нарушением всасываемости препаратов железа. Поэтому хроническое воспаление играет большую роль, если больной длительно лихорадит и имеет интоксикационный синдром, чаще всего он имеет анемию. Это было показано в результате вот этого исследования, где изучалась роль воспаления у пациентов с опухоли индуцированной анемией. Вы видите, что здесь уровень цирреактивного белка имеет абсолютно статистическую достоверную связь, так же, как и интерлекин-6 и ухудшение больного по состоянию по модифицированной прогностической шкале глазга приводит к изменениям уровня гемоглобина и наоборот. Диагностика анемии лабораторная достаточно проста. Это определение концентрации гемоглобина ретикулоцитов и среднего объема ретроцитов. Крайне важна оценка показателей обмена железа. Здесь важно содержание сывороточного ферритина. И надо обязательно учитывать уровень цирреактивного белка, так как ферритин является белком острой фазы и может реагировать на воспалительные острые процессы. Это насыщение сывороточным трансферином железом, процентное соотношение содержания в крови фалатов и витамина В12. По большому счету вот этих достаточно данных для того, чтобы уже мы имели представление о том, есть ли анемия, если есть, то какой дефицит железа. Если у нас нет и не дает лаборатория сатурацию трансферина, то есть процентное насыщение, его можно посчитать самостоятельно, умножив уровень цирроточного железа на 100 и разделить на общую железосвязывающую способность, ОЖСС, такой показатель нетрудно получить в лаборатории, и у вас будет в руках сатурация трансферина. Это достаточно просто. Есть, существует морфологическая оценка анемии, на нее указывают микроцитарный характер среднего, вот при изучении среднего объема эритроцитов менее 80 фетамоль на литр показывают причины и дефициты железа. Макроцитарный характер указывают может на лекарство анемии и алкоголизм и здесь также может быть дефицит фолиевой кислоты и витамина B12. Нормоцитарный характер может быть вследствие кровотечения, гемолиза, анемии, хронического воспаления и так далее. То есть большая информация может быть извлечена из изучения среднего объема эритроцитов. Кроме морфологической оценки существует еще и кинетическая оценка анемии основанная на изучении ретиколоцитарного индекса. Очень простые формулы они могут нам давать вот такой вот индекс отношения ретиколоцитарного индекса к продукционному индексу ретиколоцитов и он уже более четко указывает на причину возникновения анемии. В частности при менее единицы этого соотношения скорее всего анемия будет вызвано дефицитом железа недостатком витамина В12 и фолиевой кислоты. Высокое соотношение будет указывать на нормальную продукцию эритроцитов. Вот несмотря на внешнюю сложность можно договориться с локальной лабораторией это будет считать лаборант при выдаче заключения уровня ретиколоцитов и этот индекс можно иметь и очень быстро ориентироваться на причины анемии. Лечение варианты лечения мы все хорошо знаем но очень удобно рассматривать в качестве руководства к действию европейский алгоритм терапии медицинского общества и вы видите что если у нас уровень гемоглобина низкий порядка 7-8 грамм на децилитр то здесь чаще всего приходится пользоваться переливанием эритроцитарной взвеси или массы и в дальнейшем уже можно подключать другие виды терапии наши рекомендации тоже говорят об этом менее 80 грамм на литр уже является показанием гемотрансфузии особенно при сопутствующей патологии при каких-то состояниях где необходимо срочное медицинское вмешательство ну и европейские рекомендации тоже об этом нам свидетельствуют гемотрансфузии имеют и негативные воздействия на организм связанные с трансфузионными осложнениями застойной сердечной недостаточности возможностями бактериального заражения вирусной инфекции и так далее кроме того конечно дополнительные проблемы это неудобства для пациентов расходы на госпитализацию и вот переливание старой хранившейся крови несет повышенный риск осложнений рентностики мы имеем ввиду операции если уровень гемоглобина у нас выше 8 грамм на децилитр но не более 10 грамм на децилитр здесь мы обязательно должны изучать вариант дефицита железа вы видите абсолютное функциональное отсутствие его предлагает подразделение алгоритма эсма и внутривенное железо можно вводить при абсолютном дефиците в качестве первоначальной опции лечения и потом уже только добавлять эритропоэтины при функциональном дефиците железа как правило вводят и эритропоэтины и внутривенное железо и когда отсутствует дефицит железа но здесь только остается вводить эритропоэтины эритропоэтины синтезируются в перитубулярном в корковом слое почек в фибробластах и воздействуют на все этапы созревания эритроцита контролируясь гипооксией индуцируемым фактором на сегодняшний день известен ряд оригинальных и неоригинальных препаратов это и поэтинная альфа бета-зета-альфа биосимиляры многочисленные здесь далеко не полный перечень их достаточно много сейчас и всегда возникает вопрос о чем они отличаются ну вот сравнивали безопасность оказалось что различий по безопасности кардиальным серебровоскулянным осложнениям инфекции и других результатов не было поэтому на сегодняшний день мы говорим о идентичности и возможности использования любого из препаратов эритроцит стимулирующего средства для коррекции уровня гемоглобина и вот это исследование ипуане я еще ниже скажу наглядно нам показывают при изучении двух тысяч больных то насколько снижается необходимость проведения гемотранскозии цифры могут показаться небольшими но тем не менее каждая гемотранскозия доставляет какие-то неудобства пациентам но и особенности проведения терапии эритроцит стимулирующими препаратами заключается в том что мы имеем более ровную кривую без вот этих скачков тогда когда мы после переливания резко повышаем уровень гемоглобина в дальнейшем он снижается потом снова мы вынуждены переливать снова снижается и вот эти конечно пики они не очень хороши для пациентов в плане эритроцит стимулирующие препараты намного более комфортно и удобно кроме того эритроцит стимулирующие препараты снижают слабость у больных это было доказано в метаанализе который был опубликован достаточно давно 8 лет назад и он нам наглядно показывает что это происходит с высокой уровнем достоверности это вполне объяснимо к рекомендации русско также опираясь на рекомендации эсмо подразделяя дефицит железа на функциональный абсолютный и отсутствие дефицита железа в отличие от рекомендации НССН вот здесь одна из последних версий вы видите что здесь 4 подгруппы где включен возможный дефицит железа вот такой еще вариант предлагается и для удобства можно пользоваться вот такой графиком который нам наглядно показывает абсолютную необходимость проведения лечения препаратами железа вот здесь вы видите такой оранжевый участок фрагмент классический функциональный дефицит железа вот зеленым показаны возможные а дефицит железа маловероятный ну и тогда когда нет необходимости проведения дополнительного введения препаратов железа здесь как раз показано синим цветом достаточно большой объем это все основано на сывороточном ферритине и сатурации трансферина эти два показателя абсолютно необходимы для того чтобы мы могли четко определить показания к введению железа препаратов железа для устранения дефицита железа и если говорить о пероральном и внутривенном железе то пероральный конечно же проигрывает внутривенное дает более устойчивые более выраженные показатели связаны это как раз с выработкой гипсидина и с хроническим воспалением и поэтому назначение пероральных препаратов железа показано пациентов с абсолютным дефицитом или в сочетании с эритропоэтинами рекомбинатными при функциональном дефиците железа и отсутствием анемии и хронического воспаления если у нас гемоглобин выше 10 грамм на децилитр то здесь мы рассматриваем или другие причины анемии пытаясь их устранить или пытаемся все-таки оценить дефицит витамина В12 фолиевой кислоты или то же самое препаратов железа то есть здесь у нас такой более активной терапии нет и у нас есть возможность коррекции анемии препаратами железа витаминами или устранением причин хронических заболеваний целевым уровнем концентрации гемоглобина призвано считать 12 грамм на децилитр следует избегать резкого повышения связано это с безопасностью о которой мы в конце поговорим и заключается она в том что к сожалению при превышении уровня более 12 грамм на децилитр существуют риски возникновения тромбозов или тромбоэмболий которые могут приводить к фатальным иногда осложнениям и вот в прошлом году было опубликовано интересные данные которые говорят о том что у пациентов с состоявшимися венозными тромбозами анемия играет большую роль в частности при наличии венозных тромбоэмболий анемия увеличивает смертность и на эти показатели влияют большие кровотечения здесь мы видим кумулятивный показатель что анемия с большим отрывом с большой долей вероятностью может вызывать фатальные осложнения и главным являются наверное большие кровотечения в том числе и рецидивирующие какие-то состояния патологические кроме того бытует мнение о том что воздействие на эритропоэтины может влиять на сигнальные пути внутриклеточные перекрещиваясь и стимулировать деление клетки до настоящего времени в рекомендациях НССЕ есть предостережение свидетельствующее о том что не рекомендуется может быть проводить вот такую терапию больных получающих милые супрессивные лечения по поводу ранних стадий рака молочной железы лимфомы Ходжкина не Ходжкинской лимфомы тестикулярного рака и так далее и на сегодняшний день мы к сожалению не имеем каких-то однозначных данных по этому поводу одни из них говорят о том что назначение эритропоэтина ухудшает выживаемость больных другие данные свидетельствуют что не ухудшает здесь вот в этих метаанализах демонстрируется небольшое ухудшение здесь наоборот улучшение выживаемости на 56 тысяч пациентов и я хотел бы привести данные двух больших исследований которые были завершены ну относительно недавно это одни из последних исследований с большим количеством пациентов исследований по АНИ 30-10 исследований 2007-0782 первый изучал эритропоэтин альфа другой дарбопоэтин и первичной конечной точкой здесь как раз была выживаемость без прогрессии а здесь общая выживаемость и что получилось вы видите здесь на графике чуть-чуть несколько статистически недостоверно хуже результаты у пациентов которые получали эритропоэтин и здесь в Ипуане но еще раз повторюсь данные статистически недостоверные и вот данные этой программы 2007-0882 говорят нам о том что здесь наоборот даже чуть-чуть ситуация была лучше когда пациенты получали эритропоэтин но тоже статистических различий не получено и на сегодняшний день рекомендации европейского общества как раз и говорят о том что нет ни клинических доказательств ни отдельных исследований ни метаанализов которые указывали бы однозначно на то что эритроцит стимулирующие препараты влияют на прогрессию заболеваний рецидив поэтому всеми имеющими инструментами мы можем пользоваться и должны для того чтобы наши пациенты жили дольше и комфортнее спасибо за внимание спасибо за доклад к сожалению осложнений есть были и будут мы хотели представить свой клинический случай заведующий дневным стационаром болтайского краевого диспансера дмитрий владимирович мязин пациент пациент принимает причины отлучства третьего подреждая диагноз церковь дырный третья пешевод это три пациента без пакет второй структ амбулатация вынуждена кож-системы вверх ее вен астрава от сего от Мелотоксический огромный цитоз на 10 августа 22 года. Переливание травматического концентрата на 12.08. Острое почечное повреждение на 10.08.2020. КВТЦ-4. Сопутствующий диагноз. Мелотоксический гормоническая болезнь в второй стадии ЛИСК-3, ПСН-2A, варикозная болезнь нескольких конечностей, хроническая минусная недостаточность, панические костря тримиссии. Объективно, состояние ПАЭКОК-3, вес 95 кг, рост 161 см, площадь тела 1,98 м, индекс массы тела 36-65. Анамнез. Считает себя больной в сентябре 2022 года. За медпомощь не обращалась. Угрушение в июле. Обследовано по месту жительства. По ФГДС верифицирован рак пищевого, направленного код. ФГДС от 28 июня. Стынос верхней третьей пищевода. Суспицы онова верхней третьей пищевода на 23-27 см от лица. Просвет сужен за счет экзофитного образования с распадом. Рентгеноскопия желудка от 4 июля. Признаки ЦР верхней третьей пищевода. Рентген грудной клетки от 12.07. Без очковых конкуративных теней. УЗИ брюшной полосы и шейно-ключичных лимфоузлов. Данных за отдаленные метастазы нет. 27.07.2022 года выполнена имплантация венозной кож системы. Справа без осложнений. В контрольных лилинграммах дистальный конец катетера над входом правое предсердие. Консилиум от 14.07.2022 года. Диагноз ЦР верхней третьей пищевода. Это 3NXM0. Дисфагия 2. Рекомендовано 3 курса химиотерапии в режиме SF с оценкой эффекта. 1 курсной аудиованной химиотерапии с 28.07.2022 года. Введено цисплотин 138 мг утривена в первый день. В Туруроцил. 6336 мг в течение 96 часов. Инфузия помпой. Цикл 20 недель. Лечение закончилось без осложнений. Резкое ухудшение самочувствия отмечает 5 августа 2022 года. Со слов пациентки, когда появился жуткий суд до 5 раз в сутки, рвота лечилась самостоятельно. В дальнейшем осмотрено терапевтом на дому 8.08. Выполнена коррекция терапии. Сделан забор крови. 10.08.2022 года. В связи с резким ухудшением самочувствия доставлена бригада и скорой медицинской помощи в терапевтическое отделение. При поступлении установлен мелотоксический агронулозитоз на фоне перенесенного в 1 курс аудиованной химиотерапии. Проведена симптоматическая терапия, инфузионная терапия, гормональная терапия, тромбоцитоконцентрата. В связи с тяжестью состояния пациентка переведена в третье отделение химиотерапии 13.08. Анализы при поступлении. Биохимический анализ крови. Калий 3.4. Натрий 133. АЛАТ 33. АСАТ 32. ЛДГ 116. Альгумин 21.4. Белок общий 36. Белирубин непрямой 9. Белирубин общий 36. Белирубин прямой 27. Блюкоза 6.96. Креатиним 296. Мочевина 50. Хлор 106. Общий анализ крови. Кровь анозная. Лейкоциты 0.4. Эритроциты 2.0.7. Гемоглобин 57. Кематокрипт 17%. Гитрофилы 0.2. Лимфоциты 0. Моноциты 0.2. Эльзинофилы 0. Базофилы 0. Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. Критика сохранена. Ориентация в пространстве, времени и собственной личности сохранена. Все сложение гиперстоническое. Кожные покровы видимые. Слизистые чистые. Зимистые мотенки. Без старт инъекций. Гематомы. Козно-вышечная система без видимых патологий. Позводность лишних конечностей. Учитывая состояние. С 12.08 начата терапия. Инфузионная терапия. Учитывая без ужина. В первые сутки была инфузия 3.5 литра. Калия 4 грамма в сутки. Затем инфузия составила 1.5 литра в сутки. НИПОМАК 480 микрограмм 2 раза в сутки первые 3 дня. С 4 дня НИПОМАК 480 микрограмм 1 раз в сутки 0,7 грамм. Антибактериальная терапия. Миропинем по 1 грамму. Внутривенно каждые 8 часов. Цифра фоксосин 400 микрограмм. Внутривенно каждые 8 часов. Противоспалительная терапия. Процитамолом. Антимикотическая терапия. Флюконозолом. Блокаторы протонной помпы. Альгумин и концентрат тромбоцитов. Переливание от 13 до 0,8. Эритроцитарная звезь. 13 до 17 до 21 до 0,8. Анализы. Блихимический анализ крови от 23 до 0,8. Оакалий 3,6. Натрий 135. Аллат 20. Осад 36. Белок общий 57. Билиурбин внепрямой 13. Билиурбин общий 23,7,6. Билиурбин прямой 10. Глюкоза 5,9. Креатинин 61. Мочевин 6. Хлот 93. Общий анализ крови от 23 до 0,8. Лекоциты 5,7. Перетроциты 3. Гемоглобин 81. Гематокрин 25. Нитрофилу 4. Лимфоциты 1,1. Моноцит 0,6. Азенофилу 1. 0,1. Извиняюсь. Азофилу 0,1. Учитывая стабилизацию состояния пациентки, пациентка была переведена в удалечивание терапевтическое отделение учебные. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли какие-то вопросы? Я думаю, что мы поблагодарим всех докладчиков за предоставленный материал, за разбор основных направлений в лечении и тромбоамболических подложений и диагонии. Надеюсь, что пациентов с осложнениями у нас с вами будет меньше. Будем их лечить правильно, получать хороший результат и тем самым снижать смертность. Экологические заболевания, что является нашей самым главной задачей, самым главной целью. Кто-то что-то скажет? Да, я только, наверное, скажу, что спасибо, что есть такая возможность нам говорить о поддерживающей терапии, потому что это сильно большой блок вопросов, которые необходимо решать с нашими пациентами. во многом то, как больные переживают лечение и относятся к нам, зависит как раз много от поддерживающей терапии. Если мы будем ее проводить правильно, то наши пациенты будут намного легче и они будут чувствовать себя гораздо комфортнее. спасибо. Я надеюсь, что наш вебинар как раз и способствует правильно проводить поддержку. Да, конечно. Спасибо. Всем спасибо. Всем здоровья. Всего наилучшего. Совершаем наш вебинар. Субтитры сделал DimaTorzok